Кыргызский народ испокон веков решал острые вопросы на общем собрании. Причина в том, что кыргызы были кочевым народом, поэтому единого и централизованного руководства не было, и главы родов проводили народное собрание, решая жизненно важные для людей вопросы. По словам историка Рыскула Джулдошева, даже в эпосе Манас говорится о народном собрании, где решалась судьба и будущее великого героя. В древности это собрание называлось собранием баатыров или биев. Даже в эпосе Манас наши предки собирались в круг для решения проблем. На страницах нашей истории такое явление известно с 15-16 веков, потому что в письменных источниках Китая говорится, что в 16 веке, когда кыргызы не уместились в регионе и народ был разделен, они впервые провели народное собрание и избрали двух глав решением народа. Более того, в второй половине 18 века в Чуйской долине начался спор из-за кыргызско-казахской границы. Вождь кыргыза в того времени, богатырь Эсенгул, встретился с Абулайханом, и они, договорившись, обозначили кыргызско-казахскую границу. Данное мероприятие имеет большое идеологическое значение. Это является одной из главных основ в проведении столь важного общественного события, как народный курултай. Оно будет проводиться в два этапа. На первом этапе созывается местный курултай, избираются делегаты, после чего проводится народный курултай с участием уполномоченных делегатов. Так, местные курултай пройдут 5 ноября в регионах страны, в городах Бишкек и Ош. До этой даты в каждом городе, районе и сельской управе пройдут выборы делегатов. 25 ноября пройдет основной курултай. На курултай местные сообщества озвучат проблемы народа и обсудят пути их решения. Народный курултай проводится с целью обсуждения вопросов, связанных с деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также вопросов сохранения традиций и наследия народов Кыргызстана. Задача данного совета – установление двусторонней связи и обмена мнениями между властью и народом страны. На днях прошло второе совещание по курултаю, где был составлен график выборов делегатов на местах. Также разработаны протоколы, регламенты и методика проведения этих выборов. Первое собрание прошло в Нарынской области, в Чулпонской сельской управе. Избраны двое из шести кандидатов. Сейчас по всей стране проводится обучение и разъяснение работников органов местного самоуправления, депутатов местного кенеша по вопросам проведения и организации первого народного курултая. Анкеты избирателей были утверждены. Кандидаты предоставят о себе информацию. Это год рождения местожительства. Первая встреча прошла в Чулпонской сельской управе в Кочкорке. Шла полная видеозапись встречи. Там были избраны двое из шести кандидатов. Представители вышеуказанного района отмечают, что все было сделано по закону. И мы сейчас проверяем, не вмешивались ли чиновники в выборы. Отметим, на прошедшем 9 сентября втором заседании организационного комитета по проведению первого народного курултая были утверждены инструкции, содержащие порядок избрания делегатов от Аилы Кмыты городов трудовых мигрантов за границей религиозных общин на территории республики. Ожидается, что сам первый народный курултай соберет на своей площадке около тысячи представителей со всех уголков страны.